Как одна из самых титулованных пар турнира, бойцы-тяжеловесы, молодые, перспективные, двукратный чемпион мира по профессионалам боевого самбо Адам Богатырев и его оппонент из города Сочи Григорь Мартивасян, который не все указаны на титул здесь, но ко всему прочему является чемпионом Европы по тайскому боксу. На самом деле, да, Мативасян выступал по тайскому боксу, я следил за этим спортсменом в любительской карьере, по тайскому боксу увидел на чемпионатах края, на чемпионатах ЮФО, очень хорошие результаты показывал, но вот его увидели в ММА, недавно видел его бой финальный на чемпионате ЮФО, где он досрочно одержал победу. Недавно также проходил чемпионат России и произошел фурор в тяжелом весе, то, чего не ожидал, наверное, никто. Титулованнейший спортсмен Селемгири Расулов уступил пальму первенцам, молодому, практически никому неизвестному спортсмену из Подмосковья, что говорит о очень высоком уровне Союза ММА сегодня, и региональные чемпионаты, я думаю, что также его подтверждают. Но непосредственно к бою. Очевидна разница в антропометрических данных, и очевидно, как ее Георг собирается преодолевать. Он планировал сместиться, однако Адам Богатырев прихватил клинч. Григорь полегче выглядит. Да, это так и есть, весовая категория 100 килограмм, то есть это не классический тяжелый вес, в котором нет ограничения по весу или есть ограничения 120 килограмм. Категория до 100. Категория до 100, да. И, соответственно, каждый из этих спортсменов должен был ложиться, по крайней мере, просто в 100 килограмм. Так, отдал шею, отдам Богатырев. Ну, контролируйте, я вижу руки. Души, души, души. Далее, давай, назад, назад, коллеги, давай. Занята позиция сбоку. Адам Богатырев все-таки показывает, что есть у него некоторые преимущества в борьбе. Должен признаться перед всеми зрителями, честно, я очень хорошо знаком с его тренировочным лагерем. В его углу находится Рамон Игоревич Киусаврич, человек, который 4 года прожил в Таиланде, дрался на стадионе «Люмпини». Кто не знает, это вершина тайского бокса. Я подтверждаю эти данные, так как я с этим человеком именно встретился в Таиланде, в тренировочном лагере. Насколько я знаю, вы тоже жили в Таиланде. Ну, мы тренируемся, да, в тренировочном процессе, по месяцам жили в Таиланде. И мы встретились с этим человеком и проводили совместные тренировки. Это был Роман Гундаренко и Антон Фаизов, с которыми они вместе тренировались, проводили тренировочный процесс в Паттайе. Да, Киусамрит — это, собственно, топ-5 лагерей Таиланда по тайскому боксу, в честь которого, собственно, Рамон взял себе фамилию. Теперь он действительно является человеком по имени Рамон Киусамрит. Ну, и одним из лучших тренеров России по тайскому боксу. Наверное, так тоже можно сказать. Соответственно, мы эту работу видим у Адама в работе коленями. У Георга, понятно, он базовый таяц, у него и мощные удары ногами. И в стойке он себя получше чувствует. Работу коленями мы сейчас видели. Да, причем он, несмотря на антропометрические данные, пытается... Физически хорошо сожженно подготовлен. Сейчас видим технику боевого самбо с добиванием. В партере со спины очень опасно, когда не видно соперника и как он наносит удары. Как говорится, можно получить нежданчик, как у нас говорит. Прошу прощения за разгон. Однако есть еще один перевод. И, как ни странно, сверху оказывается Георг. Накрывает соперника, да. Чувствует себя спокойно. Адам в партере не суетится. Спокойно завязывает. Пока, как мне кажется, совершает ряд ошибок, как один, так и другой. Но Георг интересно, что поувереннее себя, возможно, чувствует в принципе здесь. Он все-таки уроженец Краснодарской земли, насколько я понимаю. Здесь он практически дома. Много людей приехало за него поболеть. Поддержка хорошая. Георг, как и человек, очень хороший человек, скажем так. Как и любой спортсмен настоящий. Он очень скромен, ведет себя. У нас такой мир, да, что гордыни он не терпит, пожалуй. Абсолютно верно. Поэтому на высоком уровне уж точно бойцы, как правило, показывают себя достойно. Бой очень интересный. Да, яркий, красочный, очень насыщенный такой событийный, активными действиями. Активный бой, да. Что особенно приятно видеть у тяжеловесов. Асталфи, Ромешка! Сейчас перевод очередной. Протягивает под себя Георг. Зашел за спину. Отлично. Выход на ногу будет делать, не будет? Я думаю, что нет. Здесь это именно момент... Сейчас он сел на него, да. Это момент ухода из опасного положения. 30 секунд осталось. Вот, хорошо. В гардене находится Григор. Как секунданты подсказывают, остается 30 секунд. Очень такой яркий, напряженный бой. По последней активности, наверное, можно отдать первый раунд представителю Краснодарского края, да, Григору Мотивосяну. Ну, с этого года, с этого года в турнире Prime Selection раунда 3. Если на предыдущих сезонах было 2 раунда, и, возможно, дополнительные, то здесь их 3. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, второй раунд этого интересного противостояния. Опять же отметим, что организация Текреп балует нас такими яркими боями уже в самом начале. Целых 4 боя из тяжеловесов, и каждый из этих боев, уже по крайней мере 2, смотрится на заглядение. Фаторика боя очень хорошая. Ребята именно показывают бои активные. Интересно, что представители тайского бокса, в отличие от, например, кикбоксеров, способны идти вперед и клинчевать. Обратили вы внимание, что Григор уже который раз идет в клинч сам? Что не характерно совершенно представителям, например, кикбоксинга, которые принципиально держат дистанцию? Да, я согласен. Но вы знаете, что тайский клинч сам по себе очень неудобный для борцов. Если забирают шею, сгинают проходы, очень тяжело делать что в корпус, что в ноги. Нужно освободиться. Да, ну тайская техника во многом находит свое применение. Мы видим, например, это по последнему титульному бою Ян Магомедов в организации Сибири и многих других. То есть мы видим, что тайский бокс на этом витке очень актуален. Для ММА, скажем, именно техника тайского бокса подходит хорошо. В некоторых промоушенах можно бить и локтями, а это вообще профиль тайского бокса. Да. В принципе, сейчас потихонечку все приходят к тому, ну многие, по крайней мере, в мере приходят к тому, что в ударах локтями нет ничего страшного. Да, прибавляются сечки, возможно, но при этом, в принципе, такой повышенной травматики это не приносит. Поэтому традиционных опасений, в принципе, уже они, наверное, не всеми разделяются. Согласен, потому что локтями бить можно либо в клинче, либо в партере в ближнем бою. Если противник не дает этого сделать, не так просто сблизится. Ну, в нашем отечественном боевом самбо всегда можно было бить локтями. Вот, поэтому... Это отечественное боевое самбо. Да. Ну, поэтому оно, наше отечество обычно и побеждает. Мы любим, когда максимальная свобода есть в поединке. Абсолютно согласен. И очень нравится. Боевое самбо, скажем, очень хороший, скажем, дает хороший скачок именно в профессиональный вид спорта. Так как правила разнообразные, можно делать практически все. Да, и в принципе практически применимы. То есть снимаются куртки и чуть больше акцент на ударную технику. И в принципе уже примерно примерно то на то. Прекрасный размен сейчас был, но не попали. Да. Вот. Однако, вот в очередной раз удивляюсь, именно Григорь Матевосян идет в борьбу. Не боится идти в борьбу и работает именно в клинче и с переводами спорта. Ну, видимо, была какая-то подготовка специальная. Или просто сам по себе боец чувствует эту тему. Такое бывает, что... Я немножко расскажу. Он занимается у Агоба Топчана. Это борец профильный. Такие люди, как Мустафаев Гамет тренируются вместе с ним. И ребята там борются, скажи, неплохо. И мы это видим по бою в данный момент. Совершенно не щадят себя спортсмены. Работают буквально каждую секунду. Стараются порадовать зрителей. Наверное, в данный момент каждый своих. Я думаю, что очень много личных болельщиков есть у одного и у другого. И одного и у другого здесь. Есть доминирующее положение. Вы заметили, что тяжи, а какая моторика боя идет? Идет постоянный обмен, постоянная работа. То есть ребята, видно, что подготовлены функционально, физически, но отлично. И публику заводят достаточно неплохо. Да, публика сейчас очень оживает. Она чувствует. Кстати, интересно, что в принципе и тот и другой соперник является хорошо знакомым с тайским боксом. И вот тайские стадионы и другие, они просто заражают энергетикой. Так как болеет в Таиланде, болеет очень мало где. Возможно, там в Бразилии. У нас, конечно, все эмоции проживаются несколько глубже. То есть обычно не показывается так ярко, только самые какие-то такие взрывные моменты. Адам забросил ноги на треугольник. Посмотрим. Но он сейчас прижат к сетке, ему неудобно пока. Это довольно трудно сделать в этом положении. Сайд-маунт у Григора. Постоянная смена стоек. Это, кстати, характерно для Адама Богатырева. Регулярно в его поединках с Михаилом Сысоевым в любительском ума и со многими другими спортсменами, с Ахмедшейхом Гелегаевым. Это все известные зубры своего дела. Регулярно проскакивала именно такая быстрая смена позиции. Из тех поединков он выходил победителем. Посмотрим, насколько это принесет ему успех здесь. Сразу пошел, сразу пошел в клинч. Перевод. В Григор. Да. В этот раз, скорее зря. По правилам Прайм нельзя бить коленями, но мы помним... Колени бить можно, в позвоночных нельзя бить. Локтями, да. Я ошибся, локтями нельзя бить. Локтями, да. Ни в партере, ни в стойке. Сейчас добивание от Богатырева. Да, от Адама. И закончилось время. Так, третий решающий раунд. Действительно, наверное, он решающий в этом поединке. Очень насыщенная работа была в первых двух. Абсолютно верно. С вами согласен. Левый прямой навстречу пропустил Григор, но, тем не менее, опять взял клинч. Судя по раундам, я бы, наверное, первый раунд отдал бы все-таки Григору, а второй бы отдал Адаму. Концовку забрал он однозначно. Соглашусь. Интересно, что работали практически безостановочно, то есть как две кардиомашины. И обратите внимание, активная работа идет до сих пор. Возможно, именно позиция в этом раунде режет все, потому что в предыдущих двух постоянная ее смена исключала выявление вот какого-то однозначного вердикта. Ну, что можно сказать? Можно сказать, что ребята молодцы, подготовлены разносторонне, как в стойке, так и в партере. Поэтому бой мне очень нравится. Я наслаждаюсь боем. И если это только начало, что же будет дальше? Представляете себе, да, какой турнир нас с вами ждет? Я представляю, еще главный бой посмотрим с бразильцем. Да, конечно, подбор сегодня очень интересный. И если такая селекционная часть, представляете, что вырастет. Какие чемпионы вырастут, если это начинающие. Вообще, ММА прогрессирует большущими-большущими шагами. Мы благодарны, скажем, нашему бойцу, легендарному Федору Емельяненко, который внес в реестр спорта этот прекрасный вид спорта. Спортом и что? И... Отличный бросок. Развивается он сумасшедшим быстро. Конечно, огромная заслуга Федору Владимировичу Емельяненко, но и профессиональной лиги не стоит на месте. Согласен. Сам факт такого крупного селекционного турнира, как Prime Selection, говорит о многом. Согласен. Согласен. Потому что проведение частных турниров. Вот сейчас смотрим добивание. Нет, встал. Григор, молодец. Адам не отпускает. Старается перевести. Продолжается активная работа. Занята позиция сбоку. Сайд маун. Григор попробовал взять шею. Вот с такой позицией ему тяжело будет задушить. Будет ли активная работа сверху со стороны Адама Богатырева? Будет ли контроль позиции? Сейчас контролирует Адам Григора с позиции сзади. И обратите внимание, активность наконец-то наконец-то снизилась. Я почему говорю наконец-то? Представьте себе тяжелый вес и третий раунд. И моторика в двух раундах. Где вы такое увидите? Нигде. Очень. Очень. Большая редкость, согласитесь. Большая. Большая. Вот я хотел сказать. Большая редкость. Уже суперзвезды, которые готовы. Они дают хорошие бои. хорошую моторику. Вы посмотрите. Вот сейчас Григор вроде бы покинули его силы, задышал. Посмотрите, все-таки поднялся на ноги и продолжает бой. Да, это и подготовка, и характер. Действительно, соперники друг друга стоят. Сейчас очень важно, кто же все-таки возьмет верх именно в этой концовке. Времени осталось уже не так много. Осталось меньше двух минут. Адам опять контролирует позиция за спиной, добивание. Интересно, может ли такой активный бой дойти до решения? Ведь очень много активной работы, очень много ударов. Вы знаете, судя по бою, я смотрю, что может. Да, да, да. И обратите внимание, после всех этих ударов бойцы до сих пор стоят и проводят такое количество результативных действий. Но пока я вижу... Если бы это был легчайший вес, как бы не было никаких разговоров не было. Но моторика хорошая, боя, очень активные ребята. И самое интересное, что ни один, ни другой не хочет сдаваться и постоянно позиции меняются. И сейчас Адам в маунте контролирует Григора, пытается задушить, но... Будет ли проведен прием? Нет, позиции сбоку, наверное, нет. Но, возможно, хватило бы и контроля. Осталось 45 секунд. В принципе, по рисунку поединка... Бой за Адамом Богатыревым, пока я так вижу. Вероятно, да, потому что он последний, в последнем отрезке практически не отдавал позицию, а сам ее регулярно забирал. Много переводов сделал, долго контролировал противника, много ударов на место. Но скажу так, что Григорь молодец. Мужчина, обратите внимание, да. Бой дал и дает, и молодец. Еще сейчас посмотрим, у нас есть 14 секунд времени. И есть еще мнение судей, которое может отличаться от нашего. Конечно. Ребята умницы. Ну, видно, все-таки вес. Жесткие удары коленями. Вот. Концовка. Ой, мать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Адам Богатыреву. Наши подозрения, подозрения, наши поздравления Адаму Мусайчу Богатыреву по предварительной договоренности.